Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Сегодня мы с вами рассмотрим очень боевую партию, которая была сыграна в первом круге Кубка Мира, проходившего в 2015 году. И в этом поединке встретились выдающийся российский гроссмейстер Александр Грещук и международный мастер из Туркменистана Юсуп Атабаев. В этой партии, конечно, объективно силы были не равны, но стоит отметить, что данный поединок это поединок тайбрейка, быстрые шахматы с контролем 25 минут и 10 секунд добавления на ход. Первые две классические партии закончились в ничью, поэтому соперники и продолжили выяснять отношения в отдельно отведенный для таких тайбрейков день. И в этом поединке Юсуп Атабаев действительно оказал очень сильное сопротивление Александру Грещуку в Эншпиле 2 слона против слона и коня. Это очень интересное окончание и, конечно же, любителям Эншпиля я настоятельно советую досмотреть это видео до конца. Итак, Александр Грещук здесь играл белыми, сыграл конь Ф3, далее Т5, Д4, конь Ф6. Ну и здесь российский гроссмейстер перешел на рельсы каталонского начала. Ж3, Е6, слон Ж2, слон Е7, С4, 2-0 и конь С3. В Каталонии коня на С3 обычно стазу не ставят, выбор здесь есть. Конь С3, конь Д2, некоторые специалисты этого дебюта предпочитают пока играть ферзь С2, а потом уже определять положение коня. Но конь С3, в принципе, ход тоже не может быть плохим. И далее черные решили не продолжать здесь такую вот выжидательную тактику ходом С6, это закрытый каталон, а сыграли ДС, так называемый открытый каталон. И дальше белые играют конь Е5, начинает работать знаменитый каталонский слон белых, но черные сразу играют С5. Это форсированный вариант, происходит размен ферзей, конь бьет Д1, слон С5, слон Д2 и на ход конь Д5 белые пешку отыгрывают. Далее следует ход конь С6, ладья С1, слон на С5 под неприятным рентгеном ладьи белых. И в этой ситуации черные сыграли слон Д7. Стоит отметить, что в 1991 году эта же позиция возникла в партии выдающихся шахматистов прошлого Александра Белявского и Анатолия Карпова. Здесь Анатолий Евгеньевич сыграл слон Е7. И в дальнейшем Белявский сумел получить перевес. Конь Д3, разменялись, слон Д7, 2, 0, ладья ФД8, ладья ФД1. Позиция окажется абсолютно равной, но это не так. У белых больше пространства и лучше стоят фигуры, особенно слоны. Ладья Д8, ладья Д8, А3, конь Д4. Ну и в этой ситуации Карпов отдал пешку на ферзевом фланге. Но в дальнейшем два слона все-таки обеспечили экс-чемпиона мира здесь мирный исход этой напряженной партии. Но у нас здесь был не слон Е7, а слон Д7. И Юсуп Атабаев позволил Александру Гищуку самому же здесь получить преимущество двух слонов. Конь А5, отскок. Ну и на взятие мы берем, конечно же, слона. Черные отошли конем на С6, далее конь Е3, происходит размен, ладья А, С8, 2, 0, Б6. Ладья отошла на С3, конь снова пошел на А5, по линии С разменялась одна пара ладей, ну а затем уже и вторая. Конь С4, слон С1, конь Д6 взяли. Ну и в этой ситуации Атабаев сыграл слон БЮЦ8 и предоставил Гищуку темповой ход слона Ф4. Но лучше было, конечно, конь С8, заранее защищая пешку. Но так или иначе, в этом типовом окончании с абсолютно симметричной пешечной структурой у белых долгосрочный перевес, благодаря тому, что у них есть преимущество двух слонов. Это открытая позиция, поэтому, конечно, два слона здесь посильнее, чем слон и конь. Конечно же, в таких позициях самое главное для стороны, имеющей перевес, это не дать коню соперника закрепиться на одном из опорных пунктов в центре. Поэтому в дальнейшем Александр Игощук очень технично пытается реализовать свой перевес. Слон Ф4, он нападает сразу на коня. После хода слон Б8, конечно же, это не попытка выиграть пешку. Ясно, что она продвинется вперед, и черные, конечно же, здесь пока сохранят материальное равновесие. А это, конечно же, попытка ослабить позицию соперника на ферзьевом фланге. Выдвигаясь вперед, пешки становятся более слабыми. И самое главное, ослабляются поля вокруг этих пешек, куда может внедриться присущий король белых. Обратите внимание на то, что Александр Игощук без надобности свои пешки пытается не двигать с места. Он пока идет своим королем в центр. Далее Ф6, король Е1, король Ф7, слон А7. Пешка вынуждена продвинуться вперед. И теперь мы видим, что вот эта парочка, она может быть зафиксирована на данных полях у Д2, Б4. И пешка А6 может превратиться в слабость. Сразу же будет угроза слон Б7. И, соответственно, слон черных будет прикован к своей позиции на С8. Уже какие-то отголоски возможного Цубцванга. Ну и здесь белый играет слон С5. По максимуму ограничивая коня черных. Далее следует ход КЕ7. Конечно, в этой ситуации размен чернопольного слона на коня не дает белым абсолютно ничего. Это ничейная позиция. Поэтому король Д2, конь Д5. Попытка закрепиться в центре. Размен белопольного слона на коня тоже нельзя белым рекомендовать. Это будет абсолютно мертвоничейный разноцвет. Но далее следует ход Е4. И здесь Александр Грищук сразу же сбивает коня с неплохого центрального поля. Поэтому конь возвращается обратно. Слон Ф1. Далее конь С6. Конь ищет другие опорные поля. Б3. Заранее показывая, что на С4 конь не станет. Далее конь Е5. Слон Е2. Посмотрите, конь когда стоял на Ф5, его ограничивал чернопольный слон белых. Теперь этим занимается белопольный слон. Слон Б7. И сейчас пешка на Е4 под ударом. Я думаю, что многие сыграли бы здесь Ф3. Но Грищук понимает, что нужно защитить пешку и усилить позицию короля. Поэтому король Е3. Черные пока стоят. Далее Ф4. Настала пора согнать коня из другого центрального поля. И с нападением на слона слон отошел на Д6. При этом не только не давая пойти коню на поле С5, но и держа под контролем поле Е7. Здесь уже угрожает зажим позиции черных. С помощью хода Е4, Е5. И пешка на Е6 может стать слабой. Или же может быть Ф5. Тут надо еще иметь в виду, что поле Д5 может быть доступно для коня черных. Но черные сами играют Е6, Е5. Предоставляя своему королю возможность выйти на Е6. И в этой ситуации ход Ф5 заслуживал внимания. Но тогда позиция немножечко закрывалась. У коня были определенные перспективы. Но белые здесь поддерживают напряжение и играют Х4. Предоставляют черным возможность побить на Ф4. Тогда белые бы, конечно, забрали пешкой, чтобы не давать коню стать на Е5. Далее король Е6. Слон отошел на Б4. И далее следует ход Ж6. Черные готовят Ф5. Коль скоро белые сами не заняли это поле своей пешкой. Ну а белые играют Х5. Конечно, взятие на этом поле пешки белых приведет к образованию слабой изолированной пешки по линии Х. Поэтому черные стремятся как можно больше разменять пешек путем Ф6-Ф5. Еще один закон Эншпиля. В защищающейся стороне размен пешек выгоден. Еф играют здесь белые. Жф. И Гречук не спешит брать на Е5. Потому что отдается во власть соперника. Это центральное поле. И он пытается лишить черных этого поля ходом слон С3. И вот в этой ситуации черные не решились сыграть Е4. Потому что в этом случае и Ж4 будет подрыву белых с возможным образованием проходной по линии Ф. Также король Д4 здесь можно сыграть. И уже поле сильно ослабляется. Поэтому Юсуп Атабаев здесь решил побить на Ф4. И я считаю, что это критический момент этого сложного окончания. В этой ситуации очень хочется побить королем. Для того, чтобы в дальнейшем иметь возможность атаковать пешку на Ф5. Заметим, что структура белых на королевском фланге уже лучше, чем у черных. Ну а также возможность прорыва к пешке Х7. Но видимо Гречук отказался от этого естественного хода. По причине конь Ф6. С идеей в дальнейшем сделать вилку. Ну а самое главное занять поле Д5 конем. Заметим, что ход конь Б6 с той же идеей не так хорош. Ввиду король Ж5. Здесь мы видим, что король все-таки прорывается к пешке. Ну а после хода конь Ф6 король Ж5 конечно невозможен ход. Потому что будет вилка на поле Е4. Но в этой ситуации можно было использовать одно из преимуществ. Которое дает обладание двумя слонами. А именно с выгодой в удобный момент разменять одного из слонов. И сейчас как раз такой момент настал. Дело в том, что взятие на Ф6 приводит после хода Б3-Б4 к окончанию с одноцветными слонами. Которые белые могли выиграть. Дальнейший анализ конечно не полностью исчерпывает эту позицию. И в нем возможны ошибки. Но я нашел несколько неплохих показательных вариантов. Которые доказывают, что этот эндшписть скорее всего для белых выигран. В этой ситуации конечно главной слабостью черных является пешка А6. И самая большая проблема, что защитить эту слабость можно только по коротенькой диагонали А6-С8. И здесь слон если он встанет на С8. То достаточно будет белопольному слону белых занять диагональ А1-А8. Чтобы создать положение Цукцванга. Еще одна слабость черных зафиксированная на белом поле. Это пешка Ф5. Но конечно и у белых тоже есть пешка на белом поле. Которую черные сразу же фиксируют ходом А6. Далее следует ход слон Д3 с нападением на пешку. Единственный ход слон Д7, слон С2. И в дальнейшем черные стоят на диагонали А3-С8. И в этой позиции конечно стояние на месте белым ничего не даст. Но можно сыграть здесь А4. И в дальнейшем попытаться расчистить путь к пешке А6. Чтобы можно было на нее нападать не только по диагонали А6-С8. Но и по диагонали Ф1-А6. Черные конечно в этой ситуации имеют выбор. Бить на А4 или нет. Если черные все-таки побьют пешку на А4, то после хода слон бьет А4 защитить свою пешку по диагонали Ф1-А6 черные не смогут. Например, слон С4, слон С2, слон Е2. Слон бьет Ф5, слон бьет Х5, слон Д3. Белые остаются здесь с лишней пешкой и выигрывают партию. Ну а если здесь сыграть слон С8, то белые ставят соперника в положении Цукцванга, потому что у них просто больше полей по диагонали Ф1-А6. Слон Е6, слон Д3, слон С8. Здесь нужно получить эту позицию при ходе черных. Поэтому белые просто используют еще вот эти поля. В то же время как у черных есть только одно поле на Б7. Слон С4, слон Б7. Дальше можно слон Е2 сыграть. И на слон С8 снова слон Д3. Это позиция при ходе черных. Цукцванг и белые побеждают. Но если вот в этой ситуации после хода А4 не бить на этом поле пешку, а сыграть слон С8, то белые, конечно же, играют А5. Идея этого хода в том, что пешка на А6 теперь очень серьезная слабость. Причем зафиксированная уже намертво. Далее следует ход слон Д7, слон Д1. Угроза слон Ф3, после чего будет описанный выше Цукцванг. После слон С8 белым нужно будет отойти слоном по линии А1, А8. И просто это будет уже проигранное положение. Поэтому слон С6 нужно защищаться таким образом. Но белые проникают вот так в тылы черных с помощью размена пешек. Далее слон Б7, единственный ход слон Ф5. И вот новый Цукцванг. Здесь позиция белых уже абсолютно выиграна. Например, король Е7, король Е5. Слон Ф3, контратака. Слон С8, слон Х5. Забрали. Слон Е2 защита, слон Б7. Теперь угрожает просто пробег пешки. Единственный ход король Д7. И белые здесь постепенно побеждают. Слон отходит. Далее Х5. Ну, если здесь сыграть король Б8, то просто слон Д3. И в итоге либо две лишние пешки на ферзевом фланге у белых будет и победа. Либо это будет проигранная пешечная для черных. Но если сыграть Х5, то тогда следует ход король С5, Х4, Х6. Ну и дальше на король Б8, король Б6. И пешка все-таки прорывается вперед. То есть мы делаем вывод о том, что когда черное побили на Ф4 с шахом, то белым лучше было брать не пешкой, а королем. Переходя в проанализированное выше окончание с одноцветными слонами. Но Гречук не успел оценить это слоновое окончание. Забрал пешкой идею российского грацмейстера в другом. Его король должен будет теперь направиться на ферзевый фланг для атаки пешек соперника. Но заметим, что у коня черных теперь появляется отличное опорное поле в центре на Е4. И он спешит его занять. Далее Х6 играют здесь белые. При этом фиксируя пешку на Х7. Но в то же время белая пешка Х тоже становится объектом атаки. Прежде всего короля черных. Слон Е8. Далее слон Д4 с нападением на коня. Конь Е4. Слон Ж7. Конь Ф6. И белые здесь сыграли король Д2. Дело в том, что в этой позиции взятие на Ф6 уже не вело к победе. В этом случае белые, конечно, прорывались на ферзевый фланг. Но черные делали тоже на королевском. И в этой позиции пешка Х очень сильна. Здесь компьютер рассчитывает сложные варианты и показывает примерное равенство. Но заслужил внимание ход король Д4. Далее на возможное конь Д5. Слон Е5. Конь Б4. Атакована пешка на А2. Белые ее временно жертвуют. И в этой позиции рано или поздно отыгрывают пешку на ферзевом фланге. При этом король белых значительно активизируется. Это была неплохая альтернатива. Но Крещук отошел королем на Д2. Далее Конь Е4. Король Е3. Конь Ф6. Черные показывают, что здесь они согласны на повторение позиции и на ничью. Но Крещук в определенный момент отходит королем на Д3. И на ход Конь Ф6 играет А3. Далее. Слон Х5. Понятно, что в этой ситуации размен белопольных слонов вряд ли белым что-то даст. Поэтому Крещук избегает его ходом. Слон Ф1. Слон Д1. Б4. Конь Х5. И слон отходит на Е5. Снова белые ограничивают этого коня. Но дело в том, что у коня есть лазейка. Поле Ж3-то не прикрыто. Слон Ф3 пока играют здесь черные. Король Д4. Конь Ж3. И слон Х3. Далее. Короли всем играют черные. Они пытаются контратаковать пешку Х. Ну а белые побежали на ферзевый фланг. Обостряется здесь ситуация. Король Ж6. Король Б6. Король Х6. Король бьет А6. И дальше Король Х5. Черные явно стремятся занять поле Х4 своим королем. Но белые его ограничивают. Далее. Слон Е2 защищая пешку. Король А5. Белые готовятся к образованию проходной на ферзевом фланге путем А3-А4. Ну а черные уступают место своей пешке. Король Ж6. Нападая на слона. Слон Д8. Конь Е4. А4. Взяли-взяли. Конь С3. Король А5. Кажется, что надежный блок на поле Б5 здесь поставили черные. Но они предпочитают активную защиту. Конь Д5 играет Атабаев и контратакует пешку Ф4. Заметим, что ее теперь нельзя защитить. Потому что на ход слон Ж5 последует А6. Ну а поле С7 просто под боем. Поэтому белые играют Б5. Далее. Конь бьет Ф4. Б6. Угрожает прорыв. Ну и на ход слона Ф3 следует слон Ф1. Далее. Король Аш5 играет черные. Но здесь явно видно, что движение пешки Аш вперед особо ничего не дает. Так как слон здесь вот так вот разрезает доску по диагонали Д8. Аш4 и не дает черным контрыгры на королевском фланге. Поэтому король Аш5. И далее на слон А6. Идея и Б7. Король Ж4. И после хода Б7 Атабаев здесь отдает своего слона. И переходит вот в такое очень редкое окончание. Два слона против коня с пешками. Но пешка Аш движется вперед как паровоз. И белые здесь ничего не могут сделать. Так как их король находится слишком далеко. Король Б4. Аш4. Король С3. Аш3. Далее. Король Д2. Вроде уже успел здесь белый король. Понятно, что поле на Аш1 пока под контролем слона. И если белым удастся установить пешки черных. То тогда вполне возможно два слона с конем справятся. Но конь Аш5. Идея Атабаева достаточно ясна. Конь Ж3. И пробег пешки Аш вплоть до поля Аш1. Король Е3 играет грещук. Аш2. Король Ф2 уже почти остановил. Но конь Ж3. И беда белых в том, что поле Аш1 одновременно королем и белопольным слоном контролировать здесь не удается. Поэтому здесь партия закончилась в ничью после вот такого вот повторения ходов. Отличная цепкая защита в исполнении туркменского шахматиста Юсупа Атабаева привела к тому, что один из лучших шахматистов в мире Александр Грещук не сумел в этой партии выиграть. Очень интересная партия. Отличная игра в бенчпиле обоих соперников. Надеюсь, что этот поединок вам понравился. Поэтому не забывайте ставить лайки. Обязательно это делайте, потому что это не пустые слова. Только с помощью вашей поддержки развивается канал и продвигаются вперед эти интересные видео. Также не забывайте писать комментарии под видео, потому что таким образом мы с вами общаемся. Вы доносите до меня свое мнение и высказываете какие-то критические замечания. Которые, конечно, я надеюсь, со временем помогут мне сделать видео еще лучше. Но также не забывайте подписываться на канал Шахматы для всех, если вы этого до сих пор еще не сделали. Ну а мне остается вас поблагодарить за внимание. До свидания.